Представляете, мне курьер сейчас опять принес посылочку от моего тайного поклонника Владика. Здесь сладости. Я так понимаю, тут два вида картошки, тортик, пироженка. Видимо, Ну что, приступим к дегустации. Мне даже жалко такую красоту пробовать. Что это за то? Ой! Это интересно. Тут получается какая-то начинка. Здесь есть. Я вот даже не понимаю, я не могу сказать, что здесь есть. Пахнет имбирем. Здесь есть орешки. Изюм, скорее всего. Какая-то вот тертая, типа как морковки что-то. Может там вообще морковь не любит? Нет, это любит. Такой, своеобразный вкус я бы сказала. Вообще, я посмотрела, вот здесь вот есть название на коробочке. Конитерская лавка. Мне кажется, что это именно не на заводе было сделано, а все с вами упомяло. Все эти первые любви. Поэтому давно будет вкусно. Угу. Здесь есть изюм. Это какая-то начинка. Кремообразная. Но мне не нравится сочетание имбиря здесь. Имбирь здесь явно лишний. Я буду есть по половинке. Все помню в школе. И оставлю в школе. Тоже попробую. Вчера ездила на мафию, играла. У меня же хобби. Одно из моих хобби это спортивная мафия. Интеллектуальная игра на логику, на вычисления, на эмоции. Крутые воригры. Там кто-то принес пиццу, кто-то принес конфеты, кто-то торт. Тоже вчера наигрались, наелись, насмеялись. Чаё купили. В общем, ты такая, знаете, сообщество. Ты не только играешь, но и общаешься. А сегодня вот мафиозная наша компашка идет в караоке. Ну где они едут в караоке? У нас сейчас с финансами не очень. А я буду сидеть дома. Так. Ну вот, кстати, спасибо моему тайному поклонник. Потому что тогда у меня суши не напомнили. Сейчас всякими сладостями. Но, на самом деле, много писал до стимулята. Потому что... А я уже блются. Ей любая. Мне надо, короче, завязывать со всем этим делом. Так. Это какой-то... Нет, это не картошка. Это вот картошка, она мягкая здесь такая. Вот это какая-то глазурь сверху. Твердая. 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 Внутри мак. И такое вот стопечение. Ну, субстанция такая твердая. Так, это и степень. Твердая. 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 Мак я тоже не очень люблю. Да. Мак это не мое. С маком вообще никогда ничего не беру. Сама. Ну... Конечно, это надо съесть. Здравствуйте. Степа у нас немножко приболел. Кашляет. Ну, сейчас уже не очень, потому что он фактически не кашляет, потому что купила ему доктор Мор. И еще мы посоветовали сироп солодки. Он вообще дешевый. И его нужно с водой разбавлять пол чайной ложечки и пить. Вот. Вечером мне ему давалось сироп солодки. А утром доктор Мор. И вот за два дня Кашля действительно стал намного милее. Так же мы со Степой пьем Амелу. Мне... Короче, у Степы есть одноклассница. У нее мама занимается именно корейскими витаминами. И они привозят... Они, в общем, закупают оптом на миллион, на полтора миллиона. То есть не с Азовом где-то выписан, да? Не с Ваугарис. Это именно с самой Кореей. Там нужно очень огромную сумму набрать. И тогда только они высылают сюда, в Россию, как я поняла с ее слов. Здесь все на корейском. Абсолютно все. Вообще ничего на русском, не на английском. Чисто корейском. Вот. И она мне говорит, посоветовала разные витамины. Ну, я думаю, попробую. Витамины вот эти стоят... Ну, конечно, там, наверное, начислили. Наверное, наверное, прибавили. Две тысячи. Сколько здесь штук, я не вижу. Где вот все по-корейски написано. Но она сказала, в общем, если по одной принимать таблетки, то на три месяца. В общем, получается, две тысячи на три месяца. Омега – это жевательные рыбки. Жевательные рыбки. Вот такие вот. То есть, ребенок просто их жует, и они внутри еще с цедрой лимон. Получается, ребенок не чувствует рыбий жир, а чувствует, как будто есть цедру лимона. Ну, вот Стёпе очень понравилось. Он мне даже поначалу... А можно еще одну? Можно еще одну? Вот. А я пью... Ну, я заказала у тренера. Это спортивная. Омега тоже стоит две тысячи. Здесь двести сорок. Двести сорок капсул. Вот такие они огромные. У меня вообще фобия таблетки пить, любые виды, потому что один раз у меня таблетка ушла не в ту горло, я кое-как откашлялась. И после того случая, это было уже где-то десять назад, я все таблетки разжевала, абсолютно все антибиотики. Вот я от короны лечилась, у меня была куча антибиотиков, я все просто их жевала. У меня просто язык онемел, я ничего не чувствовала. Эти таблетки я тоже жую, капсул выбрасываю. Вот. Ну, пьем омегу. Ну, надо еще, конечно, вот D3, я пила D3. Или D витамин, по-моему. Закончился. Надо еще как-то обязательно просто витамин дать. Он у меня был в жидком виде. То есть просто воду капай и пьешь. Ну, конечно, в ручной работе отличаются пирожные. Потому что я торт еле. У нас в мафии есть кондитер. И у нас сама торт еле. Она приносила домашнюю. Ну, то есть крем. Все чувствуется, что все тесно. Это все без химозы. Потому что когда берешь в магазины, все равно отдают. Это ненатуральное, да? А здесь тоже, ну, чувствую я какой-то прям, примеси химоз, ешь. Все достаточно натурально. Правда, хорошо. Но вкус мне не очень. Вот зашел с маком и с имбиром. А я что-то больше со сгущёнкой люблю. Так. Давайте попробуем картошку. Ну, в любом случае, я очень рада. Потому что сама бы я такое, конечно, никогда не купила. Это из другого города прислали. У нас есть рядом город побольше. У нас здесь в городе. У нас город маленький, у нас никаких нет таких. Нет, у нас есть? У нас нет таких кондитерских лавок. Кондитерские есть. Но вот таких пироженок я, допустим, там не видела. Там как-то все более стандартно. А это я посмотрела лавку, она из Абакана. Угу. Не могу сказать, из чего сделано. Вообще, не знаток кулинарии. Мне просто либо нравится, либо нет. Вот эта картошка мне понравилась. Но они всегда вкусы. Нет ничего лишнего. Кстати, картошка, она же внутри должна быть тоже коричневая. Она, вот видите, белая. Ничем таким не пахнет. Мне чем проще, тем лучше. Мы всегда в семье берем. Либо медовинку на какие-то там праздники, либо на полевой. Пытаюсь брать с какими-то вот кремами там всякие там разукрашенные. Я говорю, все равно чувствуется, что добавленная химия. Вот эти крема, все безе. С маслом такие вообще лучше. Там есть невозможно. Мне кажется, с маслом уже, наверное, не делают изделия. Потому что раньше, я помню, торт. Покупаешь там вот эти вот цветочки из масла. Как это можно было есть. Сейчас, кстати, такой сезон, все болеют. У нас Степа в классе там. Три или четыре человека болело. Сейчас уже выздоровеет. А Степа у нас всегда болеет последним. Вот все выздоровеют, потом он заболевает. Я очень надеюсь, что этот раз пронесет. Но у него сопли появлялись. Мы их лечили. Кашель вроде бы вылечили. Думаю, дальше не должно быть. Так. Это у нас и клерчик. Тоже по водинку. Вот вы видите. Ммм. Клерчик. С шоколадной начинкой. То есть он сам шоколадный сверху. И с шоколадной начинкой. Ммм. Такой я тоже люблю. Да-да, тоже вкусно. Хотя, знаете, начинка, по-моему, как раз-таки из добавления масла. Ммм. Ты что? Ща почетит мне. Развивайся. А нет. Подосной. Это начинка жирноватая. Блин, я объелась! Это, конечно, все не на один раз было предусмотрено. Ой, смотрите, как отбережно было. Так, с чем у нас? С орешками? С кремом? Ну, обычно, да, корзиночки такие. Ого, а тут вообще какая-то такая начинка. Карамельная начинка, похоже. Щапа? Все, если подъездить кто-то идет, сюда начинай клайк. Ночью, днем, днем, все давай. Особенно классно, когда ночью так. Нет, это не карамель. Как же я его звала, это банан. Прям цельный банан, наверное. Крем вообще вкуснейший просто. Нежнейший. Нежирный. Презиночка очень вкусная. Надо было смешивать. Сейчас я уже объелась, и это все себе просто впихиваю. Нежно вкусная. Интересно, чем меня порадует в следующий раз? Ну, может, уже не порадует. Как-то странно, человек не объявляется, не пишет, не звонит, ничего. Как-то мне не по себе становится. Может быть, уже бы объявился, уже бы познакомились, и дальше решали, что делать. Вот так мне как-то неудобно все это принимать. Слушайте, ну это шедевр. Знаете, я не буду ее пробовать, потому что я объелась. Я ее оставлю, но мне, конечно, нет. Ладно, я вам покажу, чтобы она уйдет. Мне тоже интересно. Как бы ее так разломать. Ну, она поломалась. А, там это, жидкое что-то. И типа, знаете, зефира и что-то. Блин. Вот такая. Там какая-то консистенция. Ладно, я маленькую. Слышно. 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 У меня не чувствую здесь груши. Это не груша. Я думала, это был со вкусом груши. Это просто в виде груши. Но вкусно. Это, знаете, что-то типа зефира. Только помягче. Консистенция. А внутри что? У нас внутри груша. Да. Вот это вот. А внутри вот это вот что-то. Это груша. У меня сидим просто сладкий обед. У нас сейчас обед. И на обед у меня были разные виды пирожина. Да. Вот. Продолжение следует...